здравствуйте сегодня мы начинаем новый цикл передач на канале об а за который будет называться открытый прием мы хотим представить наш открытый прием как программу которая наиболее откровенно с известной мерой непосредственности искренности будет обсуждать актуальные темы открыто с привлечением всех заинтересованных сторон и в прямом эфире короче говоря открытый прием это вот наша попытка создать такую открытую площадку где будут задаваться открытые вопросы и надеемся будут правдивые ответы у нас предусмотрена также и интерактивная связь с интернет-пользователями которые могут задавать свои вопросы в фейсбуке в группе абаза тв вопросы можно опубликовать в комментариях тема нашего сегодняшнего разговора это политическая реформа перспективы и вот предложение мы будем обсуждать постоянно в нашей передаче те которые поступают от разных групп экспертов заинтересованных лиц и так сегодня у нас в студии гости астамур тания заместитель председателя фонда первого президента аслан басария представитель фонда экспертного содействия айнар и должен был быть дмитрий шамба к сожалению его место вот пустует и в самый последний момент он отказался сославшись на здоровье самое главное и самое первое чтобы я хотел у вас спросить вот насколько как вы считаете актуально насколько назрела вообще необходимость политической реформе является ли этот вопрос сегодня первостепенным часто говорят о том что в обществе существует заказ на общественный заказ на реформу ну я думаю что в обществе в основном доминирует заказ на упорядоченную достойную жизнь задачей вот политической элиты тех кто обладает возможностями и соответствующим капиталом знаний способность анализировать суть проблемы является вот как раз формулировать способы решения вот этих назревших в обществе проблем естественно политическая реформа она является лишь частью очень такого широкого ландшафта тех преобразований которые стоят перед перед абхазии это своего рода инструмент но без наличия этого инструмента очень трудно говорить об изменениях других сферах жизни потому что на власти лежит ответственность за эффективную организацию эффективную организацию государственной жизни вот уже я думаю более 15 лет обсуждается идея внесения поправок в конституцию этот вопрос ставился в свое время представителями оппозиции правительства арзенба тогда они говорили о необходимости перераспределения полномочий к сожалению с приходом их власти конституционная модель в абхазии не изменилась и по существу многие проблемы как то с которым мы сталкиваемся сегодня не являются как раз следствие следствием неэффективности непрозрачности нынешней системы управления об этом и дольше да чуть позже поговорим уже конкретно да я бы хотел просто сейчас когда есть такой вот общая дали от безусловно необходимости реформ она назрела потому что лишать очень крупномасштабные задачи которые перед нами стоят можно только на основе более эффективной власти ну вот вы говорили о запросе обществе аслан я бы хотел как раз эту тему тоже чтобы вы как-то обозначили своих суждениях действительно насколько этот запрос сегодня актуален вообще вот в отношении реформ частности политической реформ ну во первых добрый вечер хубзеку на самом деле здесь речь идет о неком системном процессе то есть система государственного устройства она в той или иной степени она изжила себя на заре становления демократии после развала советского союза нами была принята та система политического устройства которую мы эксплуатируем по сегодняшний день естественно это было обусловлено на тот момент объективными факторами это был некий парад демократии мы должны были встроиться в общемировую систему мало того те возможности которые предоставлялись на тот момент главе государства они были тоже объективными в силу тех внешних рисков которые существовали но сегодня дело не в том что это запрос общества или что-то еще существует целая система рисков государственных рисков в том числе они могут быть как внешние так и внутренние и естественно бесспорно единственным инструментом для нивелирования этих рисков и решения вопросов национальной безопасности не считая такие направления как опять же экономика социально социальные системы внутри государства они все зависят напрямую от государственного устройства страны и бесспорно фокусируясь на этих вышеперечисленных рисках и направлениях мы просто обязаны сфокусировать усилия общества усилия элиты нашего общества на преобразование системы политического устройства вот вы и говорили о рисках мне бы хотелось чтобы вот вы как-то продолжили эту тему чуть больше раскрыли и астамур может я к тебе сейчас обращусь вот как ты считаешь какие угрозы сегодня существует вообще перед государством и каким образом вот эти реформы которые предполагаются может могут эти угрозы устранить с рисками любое государство сталкивается постоянным это такое перманентное состояние любого государства тем более когда речь идет о государстве небольшом и с не до конца урегулированным международным правовым положением с большим объемом внутренних проблем экономических демографических социальных естественно проведя политическую реформу мы не решим все эти вопросы но это является необходимым стартовым условием мы должны в результате реформы создать вот политическую реформу политическую систему способную к саморазвитию то есть которая будет способствовать воспитанию нации будет содержать себе элементы политической конкуренции чтобы была возможность выбора между различными программами то есть должна быть построена такая схема которая и на длительные и на будет работать и на длительную перспективу конечно много критики в отношении действующей конституции она справедливая эта критика но она вот на том этапе когда она создавалась вот как справедливо уже подчеркнул ослан она со своей задачей справилась теперь эта политическая система нуждается в серьезной корректировке с учетом и нынешних и возможных будущих вызовов как внутренних так и внешне во первых для того чтобы анализировать ситуации мы должны в ситуацию мы должны понимать что идет в принципе некая системная дискредитация страны и народа на предмет того что мы не в состоянии построить ту государственность которую мы хотим построить даже внешние эксперты они фокусируют нас на их мнение что у нас до сих пор нет национальной идеи что мы теряем свои адаты абсура что в демографическом плане у нас колоссальные проблемы естественно для того чтобы моделировать любую новую систему государственного устройства мы должны сначала определиться с базисами то есть что для нас является основополагающими факторами и через призму чего мы должны выстраивать эти системы соответственно если мы фокусируемся на внешних рисках внешние риски они колоссальны они огромны то есть у нас до сих пор не урегулированность есть с соседним государством до в той или иной степени иногда мы наблюдаем что происходит опять же экспансия предположим экономическое демографическое давление она очень повышенно на наше государство это в принципе исторически было обусловлено нашим географическим положением в той или иной степени внешняя политика у нас не выверена мы к сожалению большому нарушили на все те взаимоотношения которые у нас были с нашими братьями северного кавказа с нашими диаспорами у нас не очень хорошие взаимоотношения что касается внутренних рисков это от правопорядка до экономических социально-экономических неких процессов то есть происходит глубокое расслоение общества если фокусироваться на одном из основных базисов это ухудшение демографической ситуации в стране именно абхазского этноса и соответственно фокусироваться можно и на потери культуры утрате обычаев утрате традиций которые для нас являлись всегда стержнем и как раз тем базисами возможно той национальной идеей которая нас сохраняла в самые тяжелые времена и в любом случае любые системы которые должны быть внедрены нашим государством не должны отвечать этнокультурными этнополитическим особенностям нашей страны через призму нивелирования рисков внешних и внутренних вот внешних и внутренних мне было бы очень интересно выводу часто вот мы употребляем это слово риски мне бы хотелось чтобы вы как бы сказали представили свое мнение в отношении тех рисков которые существуют вот в тот период когда идет реформирование это знаете как ремонт который когда затеваешь он может кончиться тем что и потолок обвалится я думаю что сохранение нынешней конструкции является является гораздо более серьезным риском безусловно любая реформа это некоторые как вы правильно отметили это да ремонт может создать некие неудобства но я не вижу необходимости вот полного слома нынешней политической системы речь идет о чем речь идет о том чтобы повысить степень контроля за деятельностью исполнительной власти степень влияния на нее со стороны общества и парламента значит должна речь идти о перераспределении полномочий между президентом и парламентом то же самое касается судебной власти в условиях нынешней конституции она не может быть независимой от исполнительной власти поэтому не необходимо создать во первых выработать новую формулу формирования судов который обеспечит их большую независимость это может это и возможно институт несменяемость или увеличение полномочий судей возможно это паралитетные право паралитетного назначения судей высших судов конституционного если он будет учрежден верховно арбитражного президентом и парламентом не совместно как сейчас она политет на основе чтобы часть судей назначалась президентом часть судей утверждалась парламентом есть такая возможность также что такие в мире прецеденты когда часть судейского корпуса избирается собственно судейским сообществом то есть это создает платформу независимости для судов то же самое касается вопросов толкования конституции вот например сейчас правом толкования конституции закона у нас наделен парламент в этих условиях практически невозможно добиться независимого судопроизводства потому что конституционный суд если даже он будет учрежден он будет связан позиции парламента взглядом парламента на тот или иной законы и на конституцию то есть основаться на толковании парламента в этом вопросе мы должны с учетом вот этих всех обстоятельств всех недостатков которые выработались в ходе правоприменительной практики за последние годы мы должны вот с учетом этих обстоятельств осуществить реформу и она не будет серьезным дестабилизирующим фактором она просто от а надо это она должна затронуть как это гораздо шире чем конституционная реформа политическая реформа это она должна коснуться и органам местного самоуправления конечно обязательно да но вообще вот я как раз хотел вы раз мы перешли на эту тему избирательной системы заранности конкретнее вот этому перейти я знаю что в общем-то в парламент было представлено по реформам и предложения с со стороны президента к сожалению представителя нету и мы об этом конечно теперь можем только порассуждать как бы со стороны а вот изнутри хорошо было бы если бы было тоже представлено мнение но я думаю следующий раз мы к этому вернемся я тогда перейду к тому что происходило недавно когда была организована встреча координационного совета с интеллигенцией там была озвучена по моему если я не ошибаюсь пять пунктов вообще вот до реформирования того взгляда точнее которые предлагает координационный совет вот первым там было это так сказать устранение дисбаланса ветвей власти ну честно говоря не совсем разделяют такой точки за точку зрения вообще у нас на наш взгляд та модель которую мы сегодня используем она является совершенно чужеродной не отвечающей ментальности нашего народа спорно именно системе без тюл обратим внимание на следующую вещь я знаете скажу сейчас просто почему спорно потому что вообще вот в таком маленьком государстве это почти что то же самое что и один большой завод в россии всегда должен быть один руководитель и там чтобы как-то в одной голове было если бы это огромное государство было и там можно было собирать огромные парламенты и огромное представительство другой разговор а у нас все держится всегда везде во всех сферах это и фирмы какие-то маленькие и крупные фирмы все держится на одном человеке здесь речь идет о системе ответственности если система ответственности расписана таким образом что человек выполняет свои функции свой функционал это одно другой разговор если человек берет на себя решение вопросов во всех сферах государственной жизни поэтому наверное астамур говорит о таких преобразованиях как независимость ветвей власти как подконтроль на стихе и так далее но обратите внимание на наше общество наше общество разобщено оно разделено детонаторами процесса именно разделения являются в принципе два фактора первый фактор это выборы главы государства потому что в той или иной степени каждый раз подбираясь к выборам у нас общество разделяется и второй фактор это в принципе то что люди разделили на партии людей разделили по принципу регионов людей рделят по конфессиональному признаку ну то есть скорее это обустройство вообще-то не тоже я объявила какой-то на мере я объяснюсь об сахал показана а у абхазов партия была всегда одна в исторические периоды она называлась абсора во время той же в нашей великой войны до 92 93 годов у нас не было никаких партий мы все были за некую национальную идею и поэтому делить такой маленький народ по партиям это как минимум приводит к рискам к рискам как и внешним так и внутренним что касается той системы принять что вы предлагаете в таком случае мы предлагаем значит создать некую если говорить о преобразованиях именно системных мы предлагаем в силу нашей уязвимости в первую очередь демографической создать некую подушку безопасности на предмет угроз национальной безопасности то есть это некий коллегиальный орган который будет реагировать на все внешние и внутренние угрозы в примере могу вам рассказать в нашей системе существующей есть глава исполнительной власти не важно кто он кстати механическая замена одного президента на другого в существующей системе ни к чему не приведет вопрос в том что имея такие полномочия по той конституции которая есть он может в принципе принимать решение как и во внешней политике так и во внутренней по всем направлениям жизнедеятельности и при этом если это один человек да плюс в некоторых случаях у нас к его мнению должно присоединяться мнение большинства в парламенте то есть один плюс 18 или один плюс 24 человека в зависимости от принимаемого решения это очень ограниченный круг принятия решений с таким количеством людей всегда можно либо договориться либо в той или иной степени вы представляете под каким давлением они могут находиться где-то на внешних территориях и так далее либо их можно условно купить или что-нибудь с ними сделать речь идет о создании некоего органа народного широкого представительства которое будет принимать решение именно на предмет угроз национальной безопасности мы вот да я бы хотел бы еще сказать о той электоральной системе которая у нас присутствует мы говорим о реформе электоральной системы да мы говорим о том что если это будут партийные списки и так далее что качество улучшится по моему утомили свой народ такими выборами которые у нас сегодня существуют видеть что происходит от выборов к выборам про народ вспоминают именно тогда когда наступают некие выборы да и самое интересное что эти выборы не гарантируют приход либо в законодательную либо в исполнительную власть людей патриотичных и людей с определенными профессиональными навыками поэтому когда мы говорим что эта система она не учитывает некие этно политические этно культурные особенности потому-то она не работает абхазы являясь по сути законопослушными людьми они не исполняют эти законы почему давайте задумаемся мы 20 лет живем в этом понятно что первая часть до этой двадцатилетки она была обусловлена объективными причинами но сегодня у нас есть возможность все сделать наоборот то есть попытаться создать ту систему которая будет справедлива и легитимна в глазах народа но как вы воспринимаете критику ваш адрес или точнее не согласие с вашим не нужно я критики это очень хорошо я думаю ну знаете на мой взгляд все таки вот политическая система это технология управления государством безусловно у народов разных существуют свои ментальные особенности при этом я мы мы имеем массу примеров когда разные совершенно разные народы одинаковых народов то не бывает есть близкие по своему по своей культуре народа но когда вот у разных народов использование эффективной технологии управления приносило серьезные положительные результаты я считаю что мы не должны ставить вот такие серьезные социальные эксперименты которые обращены вот к нашему патриархальному прошлому мне кажется что мы все таки должны быть устремлены в будущее и я считаю что существуют резервы для того чтобы в рамках современной современных апробированных уже в мире способа управления государством решите наши проблемы вот возвращаясь к тому что недавно было заседание у президента но мне пока трудно судить о чем более конкретно идет речь ну я насколько знаю там обсуждалась необходимость учреждения конституционного суда в абхазии само по себе эта идея очень хорошая конечно но в воде отдельно изолирована она ничего не дает принципиально на систему управления в стране только вот эта изолированная реформа принципиальных изменений управления страной она не внесет то есть у меня пока складывается впечатление что идет попытка имитации политической реформ со стороны исполнительной власти потому что даже если будет учрежден конституционный суд ну что он будет надзирать он будет надзирать действующую чтобы действие тех или иных органов власти осуществляясь в рамках действующей конституции и законодательства то есть опять будет сохранена та же вот неподконтрольная вертикаль власти в принципе то же самое можно было сделать просто приняв два закона допустим вот у нас согласно нашей конституции функции конституционного суда принадлежат верховному совету верховному суду можно было просто принять закон о конституционном судопроизводстве и было бы то же самое как если бы мы вот сейчас учредили конституционный суд с тем же способом комплектования в рамках действующей политической системы поэтому к вопросу политической реформы нужно подходить гораздо шире она должна и вот еще раз хочу подчеркнуть она должна затронуть первую очередь полномочия президента она должна расширить полномочия парламента она должна изменить способы комплектования судов она должна затронуть избирательную систему обязательно она должна затронуть местное самоуправление вот в результате этих преобразований мы должны получить такую систему в которой на которую будет у которой будет обратная связь с обществом общество чтобы могло влиять на эту политическую систему и быть активным его участником я не согласен с идеей о том что нам не нужны политические партии потому что политические партии на мой взгляд являются основой формирования профессиональной политики и являются теми структурами общественными которые вырабатывают программный продукт который может быть предложен обществу для на предмет выбора по большому счету от них предложение исходит о том чтобы организовать такую одну большую партию так вот если я думаю обобщить я думаю что аслан не это имел ввиду потом я в одну большую партию в принципе не верю такие попытки были они есть да такие попытки были на мы кстати вы мы тоже были свидетелями такого вот эксперимента вот вы говорите о паре перераспределение полномочий между президентом и парламентом правда же однако вот если мне не изменяет память когда я слушал выступление на координационном совете здесь у нас студии я услышал предложение о том что нужно ввести закон об отрешении президента в то время как президент не имеет никакой возможности скажем распустить парламент это вы считаете что будет справедливым делением здесь в этом будет какой-то баланс ну вы так говорите как будто у нас эта норма не существует у нас есть конституционная норма предоставляющая парламенту право от решения президента должность просто она не развита соответствующим законам о порядке от решения президента должность а такие системы в мире существует все таки парламента коллегиальный орган и вот этот механизм от решения президента должности он является рычагом влияния о том чтобы не происходило в стране со стороны высшего должностного лица не происходили нарушение конституции законов не происходило узурпация власти вот это попыток слома конституционного строя вот это я рычаг в руках парламента и конституционного суда позволяет сдерживать и ограничивать власть президента в стране существует конституционный суд эффективный конституционный суд соответствующим объемом полномочий то у него есть право основная вообще его функция это отмена любых незаконных не вписывающихся в рамки конституционного строя законов и решений органов власти и инициатива об от решения президента согласно нашей конституции принадлежит с одной стороны парламенту с другой стороны народу парламент это решение принимает на основе заключения конституционного суда я думаю что это как раз очень то отсутствие у президента права на распуск парламента оно как раз является сдерживающим элементом сдерживающим элементом не дает в руки президенту возможность оказывать давление на парламент обратите внимание на то что сейчас в обществе есть носители нескольких форм изменения политического устройства государства от парламентской президентской до традиционной парламентской формы но к сожалению большому ни у одного из этих видений нет такого понимания как этническая безопасность в первую очередь в силу значит тех цифр которые мы уже на показывали рассказывали о них в плане демографического состояния нашего этноса и вторая составляющая все говорят о независимости ветвей власти и принятие решений так вне зависимости от того какая форма будет это из вышеперечисленных формула принятия решения остается та же о которой я говорил то есть один человек это президент плюс большинство в парламенте то есть вне зависимости того будет ли это парламентская форма парламентское президентство или президентское или ныне существующее соответственно мы прекрасно знаем и имеем очень многие опыт того каким образом тот глава исполнительной власти который на данный момент или до этого или после нынешнего президента станет у руля нашего государства в силу административного ресурса в силу каких-то финансовых возможностей тех наших номинантов в тот же парламент или на пост главы исполнительной власти каким образом они туда попадают то есть вопрос состоит в том что принятие решений у нас опять же ограничивается непосредственно небольшим количеством людей с которыми всегда можно решить вопрос либо внешним фактором у нас сегодня есть огромные проблемы либо внутренними какими-то группировками к сожалению большом это и есть та стимулирующая вещь которая разделяет общество теперь что касается того что только партии могут выдавать некий качественный продукт я здесь готов поспорить партийным строительством в той или иной степени в нашем государстве мы занимаемся давно но к сожалению наверно хотя я не считаю так партии в полном смысле этого слова у нас сегодня нет в государстве которые были наполнены именно тем качеством о котором мы говорим что касается конституционного суда могу ответить следующее что при существующей системе если появится конституционный суд он также будет ангажирован и встроен в систему исполнительной власти по большому-то счету вне зависимости от того кто назначит главу конституционного суда это по аналогии с тем как учредили контрольную палату очень много партии общественных движений говорили о том что нам нужна контрольная палата но по факту мы сделали дублирующий орган у нас было круг контрольно-ревизионное управление контрольная палата это ну во многих странах ее называют счетная палата это как раз орган законодательной власти в в нашем же случае глава контрольной палаты он номинировался президентом и имея в той или иной степени большинство лояльных к руководителю государства вне зависимости от того кто он понятно что становится главой этого учреждения именно номинант от власти кто бы не являлся главой этой власти поэтому на сегодняшний день если говорить об учреждении конституционного суда вне зависимости от того увеличится ли срок значит исполнение его своими полномочиями или нет я считаю что это как раз усложнит дальнейшие конституционные изменения которые необходимы и крайне нужны в нашем государстве вообще конечно это очень сложно представить себе как будут осуществляться ваши намерения потому что уже какая-то избирательная система она здесь сформировалась хотя и предполагается ее реформировать вот насколько сейчас вообще реформа избирательной системы актуально вот хочу прокомментировать начале то что было сказано слава я тоже говорил о том что просто учреждение конституционного суда она ничего нового до нынешнюю политическую конструкцию не внесет то же самое касается контрольной палаты если это вообще главный механизм вообще по идее это должен быть главный механизм помощью которого парламент имеет возможность контролировать исполнение закона бюджет поэтому исходя из этой логики этот орган должен формироваться парламент без участия президента что касается партии партии они у нас так и останутся полу партиями до тех пор пока участие в работе партии не будет возможностью и инструментом участия в политике то есть для этого для этого у нас вот плавно переходя к вашему вопросу об избирательной системе вот сейчас у нас существует мажоритарно избирательной системы по существу вот исходя из и наших традиций специфических у нас при выборе парламента доминирует такой местечко клановый принцип там зависит от того какая насколько большая фамилия насколько там человек имеет возможности в том или ином регионе регионы небольшие то есть есть возможность достаточно активно влиять вот таким группам на выбор населения поэтому чтобы уйти вот от этого вот пагубного принципа в результате которого мы видим мы же наблюдаем что у нас идет такая тенденция сложилась когда происходит спад качества парламента понимаете необходимо поэтому переходить на либо к смешанной либо полностью пропорциональной системе То есть нужно объяснить, что такое мажоритарное, смешанное, пропорциональное. Пропорциональная система предполагает... Смешанное это смешанное, мажоритарное и пропорциональное. Что такое пропорциональное? Пропорциональное это выборы по списку. Партия предлагает списки, и население голосует за список. И тут есть больше возможности абстрагироваться от своих родственных отношений, земляческих взаимоотношений, это включает партию в процесс формирования государственной власти, и тем самым это будет влиять и на качество самой партии, в том числе и на те возможности, о которых говорил Аслан. Безусловно, это процесс, в любом случае, возможно будут происходить и спады, и подъемы в жизни любого государства это бывает, но мы сможем заложить какую-то тенденцию, которая позволит формировать политику на более профессиональном уровне. На мой взгляд, если даже изменится ситуация в пользу партийного строительства, надеюсь, что это будет не так, это совершенно не гарантирует включение в тот же выборный процесс именно вопросов клановости, фамильных, местечковых моментов и так далее. Совершенно не стирает, но снижает такое. И в процессе воспитания, ведь происходит воспитание только политической системы, но и общества, вот в этом процессе, это нужно задать просто стимул этому процессу. Вопрос просто в другом. Почему мы считаем, что что-то, что эксплуатируется и используется во внешнем мире, обязательно будет хорошо работать у нас? У нас есть опыт, 20-летний опыт эксплуатирования той системы, которая, в принципе, была создана не нами. И мы прекрасно понимаем, что она не работает на сегодняшний день. Так же, как часто бывают носители того, что есть Сингапур, есть еще какие-то странные, и эти модели нужно использовать здесь. Каким образом? Если здесь совершенно иная территория, совершенно иная география, совершенно иные традиции, обычаи, подход к повседневным моментам. Так вот, на наш взгляд, система работает исключительно та, которая близка именно особенностям того народа, который проживает на той или иной территории. Если мы говорим о некой механической замене мажоритарных списков на партийные или там смешанные и так далее, с чего мы взяли, что это будет работать? То есть, речь же идет о базисе. Почему, опять же, возвращаюсь к партийному строительству? Партийное строительство, оно как раз и разобщает народ. Выборы в президенты разобщают народ. Поэтому мы против партийного строительства в нашем государстве и против института президентства. В конечном итоге я бы хотел, знаете как, вот всего не охватишь, конечно, должен разговор идти и об изменениях в судебной власти. И, конечно, отдельный разговор это разговор об органах самоуправления, об органах самоуправления и так далее. Но все мы в одной передаче не уместим, и мы обязательно, конечно, к этой теме вернемся. Я бы хотел вот так вот, так сказать, подвести итог. Вот. И задать вам такой вопрос. Каким образом сделать так, чтобы все эксперты, вот все представители партий, общественных организаций, люди искренне заинтересованные в обустройстве смогли прийти к какому-то общему документу в конце концов? Что нужно сделать для того, чтобы как-то собрались и вот этот план реформирования был бы одобрен обществом и как-то продвинут уже в жизнь? В конечном итоге, чтобы осуществились реформы. Что нужно для этого сделать, на ваш взгляд? Добрая воля. Чья? Мы готовы к диалогу. Ну, я скажу от нашей организации. Дело в том, что мы занимались посылами, публиковали свои материалы на достаточно таком тяжелом экспертном языке. Из расчета, что элита услышит, заметит, к сведению возьмет эти материалы и начнет каким-то образом консолидироваться для выработки единой какой-то стратегии через призму тех рисков, которые мы видим. Риски, к сожалению, они колоссальны. Поэтому, на наш взгляд, сегодня возможно, что придется обращаться уже напрямую к народу и создавать некую общенациональную площадку вне зависимости от партийной принадлежности, вне зависимости от политических предпочтений. потенциал у нас есть, он очень серьезный, он огромный потенциал, я имею в виду человеческий. И нам нужно садиться, осуществлять, то есть первоначально нам нужно выработать до конца и принять программу реформ и ее осуществить. Иначе мы можем потерять свою государственность и иначе мы можем исчезнуть, как этнос. Вы что-нибудь добавите? Вот с этой идеей я, конечно, согласен. Потому что у нас проблемы общенационального масштаба перед нами стоят. И их решение тоже должно основываться на каком-то общенациональном консенсусе. Вчерашняя встреча по вопросу реформированной конституции в кабинете у президента, вот уже президент два с половиной года у власти, но эта встреча как раз она стимулирована той общественной активностью, которая вот в последнее время у нас наблюдается. Так что вот уже общество снизу требует кардинальных перемен. Наша задача вот на такой профессиональной площадке выработать программу, выработать повестку, а потом программу реформ. И я считаю, что много времени у нас для этого нет. Поэтому вот хотелось бы, чтобы власть к этому вопросу подошла не с позиции, а имитации процесса. Это может только усугубить нынешний политический, социально-экономический кризис. Уже пришел предметный разговор о конкретных преобразованиях. Ну, я думаю, что в конечном итоге, конечно же, все-таки такая площадка, вот как говорил Аслан, она сформируется и придут к какому-то общему такому вот документу, который можно будет уже и обсудить в обществе, так сказать, широко. И тогда нужно будет только уже переходить к каким-то действиям для того, чтобы конкретно осуществлять пункты этой программы. Потому что только поступки, как говорят, что-то меняют. Если нет поступков, то все остается прежним. Сегодня у нас в студии были Астамур Тания, зампредседателя фонда первого президента, и Аслан Басария, представитель фонда экспертного содействия Айнар. Всего доброго, до свидания, будьте здоровы, остальное наладится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова